Я хочу начать с 41-го псалма, но я прочитаю этот 41-й псалм не с синодального, а с современного перевода, современного перевода, и прочитаем с вами 41-й псалм, 8-й стих. Взывает океан глубокий к океану. Помните, как в синодальном переводе говорится? Бездна, бездну призывает голосом водопадов своих. Здесь в современном переводе океан, смотрите. Взывает океан глубокий к океану, и водопадов шум твоих я слышу, накатывают беды на меня, как будто штормовые волны. Любовь Господня днем всегда со мной, а ночью песнями ему я полон, о жизни моей я Господу молюсь. Когда я читал комментарии блаженного Августина, Августин говорит, бездна бездну призывает, это наше сердце и Господний дух, потому что он безграничный. И вот в нашем переводе океан или в современном переводе бездна, это образ Господа, его не часто употребляют, но именно океан, бездна показывает Бога безграничного, Бога, который больше всего. У нас есть там шум какой-то морской, да, включите. Вот представьте себе, шум океана, шум моря, потому что Бог безграничный, Бог беспредельный. Он нашим человеческим умом до конца не познаваем, не познаваем никогда, потому что его величие, оно несоизмеримо, как написано у пророка. Мои мысли выше мысли ваших, мои пути выше путей ваших, как небо выше земли. Помните, да, написано так? То есть Бог, смотрите, это великий океан. И сегодня тема моей проповеди называется так. Один в океане. Почему? Я вам сейчас поясню. В Библии очень часто истины показаны на примерах людей, не просто излагаются в виде доктрин, но истины показаны как то, что влияло на жизнь человека, на его дела и на его поступки. Я не так давно прочитал книгу, которая так и называется «Один в океане». Это биография, это даже, так сказал бы, автобиография. Автор этой автобиографии – Слава Курилов. Такой человек. Может быть, некоторые из вас слышат это имя впервые, но интересно, что он, хотя он сам из нашей страны, из России, но он за границей намного более известен, чем у нас в стране. Этот человек в чем-то легендарный. Он провел все свое детство в Казахстане, в городе Семипалатинск. Я думаю, вы понимаете, что Казахстан – это такая страна, вот если можно себе придумать страну, которая дальше всего от морей и океанов, вот это как раз Казахстан, правильно, Сергей? Очень далеко, там далеко, в общем, находится от всех океанов. А Слава Курилов все детство мечтал об океане. Он мечтал быть моряком, он мечтал плавать, вот, и он просто вот бредил морем. И не просто морем, это был человек, у которого был очень интересный свой духовный поиск. Он искал смысл жизни, он искал цель жизни. Когда он пошел в армию, вот как раз вот его фотография, его молодости, он пошел в армию, он там встретился с баптистами, и часто вел с ними беседы, расспрашивал о Господе, о смысле жизни, задавал им духовные вопросы, начал там впервые читать Слово Божье, начал там впервые читать Библию. После он стал посещать лекции на духовные темы, он даже там сам рассказывает, как однажды пошел на такую лекцию «Бога нет» называется. Ну, в Советском Союзе только такие лекции о Боге могли быть. Бога нет. Там лектор очень долго пытался всем объяснять, что Бога нет, потом задавали вопросы, и некоторые задавали такие каверзные вопросы, что лектор и его помощники смутились и не знали, что ответить. И тогда там один человек громко в зале произнес, «Господи, да помоги ты им объяснить нам, что тебя нет» в конце концов. Когда он вырос, то он пытался стать моряком, но из-за состояния здоровья он не смог стать моряком. И тогда он поехал в Ленинград, там окончил университет и стал океанографом. То есть он стал изучать океаны, изучать моря. И он мечтал поехать, мечтал увидеть океан, мечтал поехать на экватор, увидеть джунгли, побывать в тропиках. Но его родственники, его родная сестра вышла замуж за индуса, уехала за границу, и они жили в Канаде. И поэтому на нем была такая печать, невыездной. И всякий раз, когда организовывались разные океанологические экспедиции, и Слава Курилов подавал запрос, ему приходил отказ, и там было написано, посещение капиталистических государств, считаем, нецелесообразным. И вот смотрите, я вам буду зачитывать иногда отрывки из его книги, которую я как раз прочел, пока лежал со сломанной ногой. Вот что он пишет. «Я остро почувствовал, что моя страна-галера, плывущая по пути ненависти, и я прикован к своему веслу. Я понимал, что должен оставаться или не грести. Но что я должен делать? И должен ли? Как не падать, как не поддаваться ненависти? А потом произошло нечто, что дало ответ на все мои вопросы и навсегда изменило меня и мое отношение к миру. Это была встреча с Богом. «Я стоял перед Ним лицом к лицу. Безусловно, это были самые прекрасные часы в моей жизни». Он описывает, как он хотел не просто слушать священников или общаться с христианами. Он говорит, я хотел пережить Господа лично, пережить личную встречу с Ним. И вот он что пишет. «Мне приходилось встречаться и говорить со многими верующими людьми, у меня были наставники, которые хотели приобщить меня к вере. Я ходил в церковь, молился как мог и, наконец, принял обряд крещения, когда мне было 33 года. Позже у меня наступил перелом. Как оказалось, я не мог быть просто верующим. Мне нужен был личный, чистый духовный опыт. Я хотел стоять пред Богом лицом к лицу или прекратить всякие религиозные искания. И однажды это произошло. Вы знаете, я вам скажу, я когда читал эту книгу, мне иногда и так трудно было читать, потому что я просто сидел и плакал. Я в своей жизни тоже переживал подобное. Я думаю, как и многие сидящие здесь, я тоже в свое время, помню, был крещен, слушал разные проповеди, учился молиться. Но у меня всегда было стойкое ощущение, что как будто вот есть люди, которые избраны общаться с Богом, а есть люди, и их большинство, которые могут только слушать тех, кто общается с Богом. Вы переживали подобные вещи? И я не хотел бы тем, кто слышит, как кто-то общается с Богом, даже если это касается какого-то там пророка из Икииля или апостола Павла. Да, эти люди избраны, у них особое призвание, но я абсолютно убежден, что Бог желает открыть себя каждому ищущему сердце, ибо Он обещает в Слове Своем, что если будешь искать, то я буду найден тобой. И вот, знаете, я вам скажу, сегодня немало разговоров о молодежи, о христианской молодежи. Я знаю, что из вас огромное количество людей, которые пришли в церковь, потому что вас привели родители, некоторые просто с малых лет здесь, в воскресной школе, на детском служении, потом на подростковом служении, потом на молодежном служении. И вы вроде бы знаете все библейские истории, и вы знаете псалмы, вы знаете служение, вы были на разных конференциях. Но вы никогда не будете удовлетворены, какие бы ни были крутые конференции, какие бы ни были потрясающие концерты, какие бы интересные, увлекательные спикеры перед вами здесь на сцене не распинались, пока ты однажды сам не переживешь встречу с ним. И я тебе скажу одну вещь, о которой я тоже раньше не знал, это не всегда происходит в момент покаяния. Иногда кажется, что покаяние это все, ты пришел, пережил, и я слышал немало таких драматических историях, как люди пережили покаяние. Я вам скажу честно, я ничего особенного в время покаяния не пережил. Просто вышел, сказали, встань на колени. Ну я покаялся в такой церкви, где, если ты не стоишь на колени, Бог тебя не слышит. Я встал на колени, произнес что-то, встал, сказал, все. Они говорят, все. Сказал, что-то еще нужно? Они говорят, есть новое завет? Я говорю, нет, вот возьми. Я говорю, теперь все? Они говорят, теперь все. Я сказал, я встретился с Богом? Говорит, да. Если у тебя есть такая же жажда пережить личную встречу с ним, я тебе скажу, ты можешь это иметь в своей жизни. И вот Слава Курилов об этом рассказывает, как он пережил личную встречу с Господом. И он говорит, но все равно жажда видеть какие-то океаны, исследовать морские глубины осталась. Я, говорит, ощущал себя пленником. Он хотел видеть и Северный полюс, Северный Ледовитый океан, хотел видеть Южные моря, а не мог никуда ехать. И тогда это был ноябрь 1974 года. Я думаю, что большинство сидящих здесь в зале еще на земле не существовали, на этой земле. Он говорит, я увидел объявление. Организуется тур. Он тогда жил в Ленинграде и увидел объявление. Тур называется «Из зимы в лето». Из города Владивосток. Самый большой лайнер Советского Союза, который назывался, как бы вы думали, как? Советский Союз? Отправлялся в 20-дневный круиз к экватору. Визы не нужны были, потому что этот корабль не заходил ни в какой иностранный порт. Те, кто на этом корабле, могли только в бинокль наблюдать дальние заграничные берега. И Слава Курилов понял, что это шанс. И он купил билет на этот тур, на это путешествие морское, и полетел во Владивосток. И вот в декабре он уже отплыл. И он отлично понимал. Он отправляется, и у него билет только в одну сторону. На лайнере царило веселье. Там, говорит, наши граждане советские просто отрывались. Там постоянно были дискотеки какие-то вечерние. Тогда еще не было клубов, у нас дискотеки были. И у нас все так танцевали, у нас каждый сезон были новые модные движения. Вот, и он говорит, я ходил на это все, смотрел. Там было веселье, там были массовики-затейники всевозможные. Он говорит, а я думал, как я могу спрыгнуть за борт и уплыть. Но была проблема, он говорит, я не знал, где мы проплываем, где рядом находятся острова. Пока однажды, говорит, я не увидел карту, где был четко написан маршрут и часы, когда наш корабль где проходит. Он говорит, я понял, что это Бог мне показывает. Но была еще одна проблема. Этот лайнер, Советский Союз, был так устроен, что ради равновесия были внизу баллоны. И поэтому, прыгнув сверху, ты не попадал в океан, а ты попадал на борт. А там еще были такие железные крылья, тоже для устойчивости, на полтора метра вокруг. И нельзя было прыгнуть в океан. Он говорит, я обходил, я увидел, что есть только одно место, где можно прыгнуть. Это сзади, на корме. Но там была другая опасность, там находятся винты. И еще одна опасность, он говорит, самая страшная. Если я прыгну, и меня бы увидели, за мной бы направили шплюпку, меня бы вернули. И я бы по прибытию оказался в тюрьме. И это, говорит, для меня было самым страшным, самым ужасным. Поэтому, он говорит, я мог прыгнуть только ночью. Он говорит, я увидел, что ночью лайнер будет проплывать мимо острова всего только один раз. И вот смотрите, Слава Курилов такую вещь пишет. В жизни каждого человека существует мгновение, которым он должен подчиниться. Если же он упустит это свое мгновение, его ждет долгая бесцветная жизнь, прежде чем он будет награжден новым. И вот когда он принял решение прыгнуть, он говорит, я ходил, смотрел на этот огромный лайнер, высота была 15 метров. Это примерно пятиэтажный дом. Пятиэтажный дом, говорит, я ходил, принял решение. И когда я принял решение, у меня мир словно вокруг изменился. Я стал не просто слышать звуки, я стал ощущать звуки. Он говорит, это такое непередаваемое решение. И вот 13 декабря ночью он прыгает с кормы в воду. Если рассуждать разумом, это было совершенно безумное решение, потому что шанс выжить был просто ничтожный. Первое. Он мог легко разбиться о воду. А в то время была еще качка, волны достигали около 6-7, иногда 8 метров. То есть к 15, если волна уходит, добавить, если можно, еще 8, это будет уже за 20 метров. А если она, наоборот, поднимается, то можно не рассчитать и упасть на волну пластом, он говорит. То есть легко можно было разбиться. Вторая опасность. Легко можно было, поскольку он прыгал с кормы, где единственная возможность была прыгнуть в океан, попасть под винт. Еще опасность быть замеченным и возвращенным на корабль. Следующая опасность. Захлебнуться во время шторма. Я не знаю, когда-нибудь вы плавали, когда большие волны? Мы однажды с женой плавали. И я ее буквально спас. Она утонула. Я ее вытащил на... Я вообще, честно говоря, три раза спасал людей, которые утонут. Мне даже могли бы медаль знать, дать, но никто не знает. Следующая опасность. Утонуть от усталости. Потому что он же ведь не знал точно, где находится остров. По карте одно расстояние. А вдруг капитан задержался? Или наоборот, они опережают время. И расстояние намного больше, чем он предполагает. Следующая опасность. Разбиться орифы. Потому что, когда ты приближаешься к острову, там такие бывают волны, что тебя просто может разбить орифы. Следующая опасность. Погибнуть от ожогов. Там тропическое солнце. И тело может совершенно обгореть. Еще одна опасность. Умереть от голода или жажды. И самое последнее, самое серьезное. Погибнуть от страха. Когда человек остается один в океане. Не только в океане. В пустыне или еще где-то. Приходит такое психологическое состояние, что человек не может дышать. Страх буквально сковывает тебя. И люди гибнут. Слава Курилов сказал, он говорит, я почувствовал, что словно Бог на моей стороне, говорит. Потому что мне везло. Во-первых, говорит, я удачно прыгнул. Я прыгнул в воду, говорит. И хорошо вертикально вошел в воду. Когда он оказался под водой, говорит, я увидел в метре от себя лопасти крутящегося винта. Я, говорит, силой стал отгребать, хотя этот винт словно хотел меня накрутить. В конце концов, говорит, я, говорит, преодолел. Дальше он, говорит, находился под водой, пока корабль не отплывет, чтобы не быть освещенный огнями. И когда он выплыл на поверхность, то... А он до этого специально очень долго тренировался. Много занимался. Много плавал. И он, говорит, я долго держался под водой, специальную технику дыхания выучил. И когда он выплыл, то уже корабль отплыл. Шторм прошел стороной. И поэтому больших волн так сильно и не было. Небо было затянуто тучами из-за того, что шторм мог случиться. И поэтому он не обгорел. Он хорошо плавал, и поэтому не устал. Хотя ему пришлось проплыть около ста километров. Около ста километров. Тренировался он и мог обходиться без еды 36 дней. А без воды он тренировался и обходился две недели. Поэтому точно так же он не погиб ни от голода, ни от жажды. Акулы его не тронули. Он говорит, ко мне подплывали акулы, а их в южных же морях, в теплых морях очень много. Они буквально, говорит, тыкались в меня своими носами. Он говорит, а я плыл и думал, лишь бы вот... И он представлял себя такой рыбкой. Он говорит, я вот такая рыбка, я тоже акула, я тоже здесь живу. И я вообще невкусная, не надо меня есть. Ты плыви и дай мне плыть своим курсом. И он говорит, акулы просто тыкались носами и уплывали. И самое последнее, самое важное. Он говорит, я победил страх. Вот он вот так об этом рассказывает. Во мне стал рождаться страх. Волны страха двигались от рук и ног, подступали к сердцу и сознанию. Страх начал душить меня. Дыхание стало учащенным. Я почувствовал, что задыхаюсь. Я понял, что в таком состоянии мне не продержаться на воде и получаса. Я верю, что от страха можно умереть. Я читал о моряках, которые погибли без всяких причин в первые дни после кораблекрушения. Происходит какое-то самовозбуждение. Одна волна страха вызывает другую, еще большую. Я почувствовал, как судороги стали сжимать горло. Мне хотелось кричать. Мне казалось, еще несколько мгновений. И я задохнусь. В этот момент у меня мелькнула мысль, что мое положение еще не совсем безнадежным. И я просто убиваю сам себя. Я собрал всю свою волю и взглянул в лицо страху. Этому приему я научился давно. Это очень простой прием, когда его вполне освоишь. Если отведешь глаза на мгновение, страх снова набрасывается с прежней силой. Нужно удерживать концентрацию некоторое время и целиком погасить его волны. И тогда страх постепенно стал проходить. Драгоценно точно так же, вот сколько вас здесь сидит. У Господа для каждого из вас есть определенное призвание, которому путь лежит через океан. И если вы думаете, что главный враг – это какие-то бесы, демоны всевозможные, верующие увлечены, что все основные причины проблем где-то вне самих, я вам скажу, за 20 с лишним лет своей христианской жизни я увидел, главный мой враг живет во мне, и это мой страх. Страх, который противится моей вере. Страх, который противится моему призванию. Но апостол Иоанн говорит, что в любви нет страха, совершенно любовь побеждает страх. Тебе необходимо это преодолеть, тебе необходимо не бежать от проблем. Я вижу, как многие христиане молодые, они бегут, они ищут, где комфортнее, они ищут, где легче. Когда приходит какая-то опасность, ты просто пытаешься скрыться. Посмотри в глаза своему страху, тогда он начнет отступать. Это самая главная победа. Победа над своей плотью, над своим страхом, над теми кошмарами, которые живут внутри вас. Эти кошмары часто идут с детства. Слава Курилов говорил, знаете что? Он говорил, что его с детства, а он был в детстве очень таким хлипким, почему он потом занимался физически очень много, он говорит, меня все обзывали маменькиным сынком. Он говорит, у нас во дворе все умели плавать, а я не умел плавать. Я, говорит, боялся выходить даже на улицу, я только выйду, там кричат, маменький сынок, маменький сынок. Может быть, кого-то из вас с детства оскорбляли. Я знаю, может быть, кого-то из вас с детства гнобили в школе. Это очень трудно, потому что порой детский коллектив очень жестокий. Эти страхи поднимаются изнутри, страхи, которые корнями уходят в твое детство. И знаете, Слава говорил, что, говорит, я уходил ночью на озеро такое болотистое, и там по ночам учился плавать. А потом, говорит, мы пошли с ребятами на берег, там, он жил в Семиплатинске когда в детстве, там рядом Иртыш, и там, говорит, полтора километра. Он говорит, и я переплыл Иртыш на глазах у всех, говорит, ребят, переплыл эти полтора километра, и никто так не делал. Он говорит, я когда переплыл, доплыл до середины, там уже его было не видно, и он говорит, я увидел, а Иртыш, судоходная река, идет на меня прямо корабль, говорит. И он просто чудом, говорит, я проплыл дальше, и корабль прошел. И когда он доплыл до берега, он говорит, я так устал, а у него не было ни денег, ничего, добраться вплавь он уже не мог, и он должен был там идти как-то через железную дорогу. И он говорит, когда я пришел домой, уже была поздняя ночь, я подошел дому, и там он видел, что все соседи на улице, все мои друзья на улице, моя мама плачущая, то все думали, что он утонул, и все готовились к похоронам. И когда, говорит, я пришел, говорит, мама молча повела меня наверх, говорит, и там мне объяснила, как и где нужно купаться, говорит. Но с того времени никто никогда во дворе не звал меня уже маминкиным сыночком. Побеждай страх в твоей жизни. Для меня, знаете, всегда ободрение места и Слово Божье. Бог не дает испытания сверх сил. Все проблемы, все оскорбления, когда тебя гнобят, когда над тобой издеваются, никогда не впадай в отчаяние, не дай отчаянию и страху победить. Смотри прямо в глаза и повелевай во имя Иисуса, чтобы всякий страх, всякий ужас, всякий кошмар ушел, и ты победишь во имя Иисуса Христа. И все это скажут? Аминь. Ну, знаете, в этом океане Слава Курилов не только со страхом боролся, он переживал духовные вещи. Я говорил не случайно, что океан – это в Слове Божьем прообраз Господа. И вот что он пишет в своей автобиографии. Океан дышал, как животное, родное, доброе существо. Его равномерное теплое дыхание было густо насыщено ароматными запахами. Вода касалась кожи незаметно, ласково. Было даже как-то уютно. Если бы я не сознавал того, что я человек и должен куда-то плыть, я бы, наверное, почти был счастлив. Я инстинктивно старался не думать о том, чего не мог себе позволить в данный момент. Ясно, я хочу того и этого. Но у меня ведь нет этого сейчас. А этот миг – вечность в моей жизни. Почему я должен испортить его мыслями о невозможном? Вы знаете, Слово Божие говорит, великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Мы порой теряем счастье, которое имеем в настоящий момент из-за того, что начинаем думать, у нас этого нет, этого нет. Вот я вот в океане, я хочу есть, а еды нет. Я бы сейчас попил, а воды нет. И мы теряем настоящее. Мы думаем о том, чего у нас нет, и пренебрегаем тем, что Бог дает нам прямо здесь и прямо сейчас. Одно из самых великих откровений, которые Бог мне дал – учись, наслаждаться настоящим, потому что нет жизни в прошлом и нет жизни в будущем. Есть жизнь только сейчас, как поется в старой песне советской. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Ты находишься здесь. Иногда, знаешь, некоторые думают о прошлом. Вот то-то было у меня, а вот то-то было. Да забудь, это было, сейчас этого нет. Некоторые думают, пастор, вот если бы мне вот это было, я бы вот туда поехал или вот туда, вот я был бы счастлив. Ты здесь имеешь все прямо сейчас, чтобы быть счастлив здесь Господь. Он не будет, и Он не был. Некоторые христиане с удовольствием читают Евангелие, они мечтают о Господе, который ходил там по Израилю. Говорят, буду на небе, обязательно посмотрю видео. Да не нужно мне это видео, потому что Иисус, который был две тысячи лет в Израиле, Он тот же самый, не меньше, не хуже, не слабее. Тот же самый здесь и сейчас, когда мы собраны с вами во имя Его. И пока ты не переживешь это, пока ты не поймешь это, ты никогда не сможешь пережить Божье присутствие. Здесь и сейчас. Я, продолжает Слава Курилов, медленно парил на границе двух миров. Днем океан казался стихией, выкованной к жизни ветром, вызванной к жизни ветром. И только ночью, когда ветер стих, я увидел его настоящую самостоятельную жизнь. Стоило наклонить голову к воде, и взгляду открывался фантастический фосфорицирующий мир. Подо мной был крутой склон двухтысячиметровой филиппинской впадины, одной из самых глубоких в мире. Мне было видно в глубину примерно метров на сто. Я видел, как внизу мигают далекие и близкие звезды, летят какие-то светящиеся стрелы, как проносятся загадочные торпеды, оставляя дымящийся световой след. Я видел вспышки взрывов и победоносные фейерверки, огни городов и селений, дымовые завесы и извержения вулканов. Вглядываясь в глубину, я открыл для себя захватывающий дух ощущения полета над бездной. Я зависал над ней, и, вглядываясь в россыпь огней, сверкающих внизу, чувствовал себя, как бы парящим в невесомости над бесчисленными огнями ночного города. Вы знаете, вот мои друзья, моя супруга, моя семья, они хорошо знают, что я человек, выросший здесь, в Екатеринбурге. Я такой, знаете, очень всю жизнь был таким урбанистическим. То есть я считал, что всякие березки, речки там, Ива над рекой, это не для меня, это для сентиментальных тетушек или девушек. А я человек большого города, мне нравятся, где большие дороги, где много машин, где пробки, где толпы людей, где большие небоскребы, где огромные магазины. Вот это моя стихия. Пока однажды Господь не поменял меня, это произошло именно после личных переживаний Его присутствия. И сегодня я каждый лето стараюсь куда-то уходить, в лес. Я вам скажу, молодые люди, часто в Божьем творении вы можете пережить величие Творца через лес, через горы. Очень интересное ощущение. Мы каждое лето сплавляемся, конечно же, через моря, через океаны. Бог может говорить к тебе, и ты можешь видеть не просто речку, не просто море, не просто гору. Его во всем этом великого и безграничного. И подобные вещи переживал псалмопевец. Вот смотрите, 103-й псалом. С первого стиха я прочитаю, тоже по современному переводу. Вот псалмопевец говорит, смотрите, «Благослови душа моя Господа, Господь Бог мой, как Ты велик, Твои облачения, величие и слава. Как плащом Ты окутан светом, небо словно шатер раскинул. Над водами чертог возвел, облака, колесница Твоя, Ты летаешь на крыльях ветра». Вы знаете, можно просто думать, «Ой, сегодня ветрено, на улицу не пойду». А можно видеть, как Он летит на крыльях ветра. Слышали такую песню? На крыльях ветра. Боб Диллом поет. Дальше, смотрите. «Ты в ветре делаешь своими посланцами, своими слугами огонь и пламя. На опорах Ты поставил землю, чтобы вовек не сдвинулись с места, как одежду ее океаном покрыл. Выше горных вершин были воды». И вы можете переживать Его величие. Не нужно особые места. Мы часто, знаете, ищем какие-то особые места, особые конференции. Вот приеду сюда на конференцию, что-то такое переживу. А уеду, все. Переживания закончились. Серые будни начинаются. До следующих конференций. До следующих великих посланий, до следующих собраний. До следующих великих проповедников. Тебе не нужны проповедники. У тебя ветры могут проповедовать. Я сам проповедник. Я не хочу уничижать проповедь в церкви. Я люблю проповеди. Но ты можешь слушать проповеди не только по воскресеньям и не только здесь. Но каждый день ты можешь видеть и переживать, переживать Его. И вы знаете, Слава Курилов рассчитывал двенадцать часов плыть. А пробыл в океане три ночи и два дня. Три ночи и два дня он был один в океане. Однажды он увидел корабль, который не так далеко шел, и он стал кричать. Он был уверен, что это Бог пришел ему на помощь и послал судно. Судно проплыло мимо, его никто не заметил. Слава Курилов говорит, мне было так тяжело не впасть в отчаяние. И вот, наконец, на горизонте появились очертания острова. Он стал плыть и через некоторое время достиг берега. В своей автобиографии он так пишет. На берегу под пальмами мелькали тени, слышались пение и музыка, виднелись танцующие пары, до меня доносились приглушенный смех и возгласы. Я закрыл глаза и полностью расслабился. Океан любит меня. Он вынес меня на берег, как на ладони, подумал я. Чувство ответной любви заполнило мою душу. Мое тело будто исчезло, растворилось. Мое я внезапно расширилось и стало включать в себя огромное пространство. Я мог смотреть сверху, на океан, на остров. Я был среди звезд, плыл облаками в ночном небе. Я был каждым деревом, каждым цветком. Я проносился ветром над верхушками пальм. Я был отражением звезд в зеркале лагуны. В меня вошла одушевленная тишина. А когда через некоторое время она незаметно исчезла, в душе сохранилось чувство бесконечной благодарности, которая оставляет любовь, навсегда озарившая душу. Вы знаете, я вам скажу, один из главных препятствий для личного переживания Господа, это наши стереотипы. Мне долгое время мешали истории или рассказы, которые я читал о том, как какие-то великие проповедники или служители переживали Господа. Вы знаете, с одной стороны, когда кто-то переживает Господа, это нас вдохновляет, и это хорошо. Но с другой стороны, когда тебя вдохновит чей-то пример, не пытайся его копировать. Потому что у Бога есть подход к каждому человеку. Я долгое время пытался копировать. Я думал, что я должен вставать у кровати на колени и умолиться доброе утро Дух Святой. Вставал, вставал и никто мне не отвечал. Я думал, он одного любит, меня не любит. Со мной так не собирается встречаться. Еще какие-то переживания. Пока я, наконец, не понял, мне не нужны чужие примеры. Я с уважением отношусь к разным помазанникам. Но мне не нужно чужого, мне нужно свое. Когда ты отбрасываешь в сторону всякие стереотипы, всякие какие-то представления, которые ты слышал, где-то кто-то тебе рассказал, то, знаете, ты вдруг увидишь, что Бог это не какой-то старичок на небе и не какой-то великий, сияющий там какой-то. Вселенная не может вместить его. Его безграничность так велика, что твой ум порой паникует и теряется. И я вам скажу, одни из самых страшных моментов в своей жизни я переживал, именно когда в мою жизнь приходило Божье присутствие. У меня даже были моменты, что я думал, это не Бог, это дьявол пришел сюда, чтобы напугать тебя, потому что Бог должен радовать, а тут страх. Пока я однажды, читая Ветхий Завет, не обратил внимания, помните, когда пророки переживали Божью славу, там приходило его величие, такое величие, что они часто не могли стоять, они падали низ перед ним, а это была слава Божья. Мне один человек сказал, пастор, это Ветхий Завет, возьмем Новый Завет. Иоанн три года ходил с Иисусом Христом, он знал его отлично, но когда Иисус на острове Патмос явился ему в славе, написано, Иоанн говорит, я пал пред ним как мертвый. И вы знаете, я скажу, пастор, а что пугает? А именно и пугает, когда ты вдруг видишь, как ты маленькая форма встречаешься с великим, бесграничным Господом, когда твой маленький ограниченный разум пытается охватить его, но безграничный разум Божий так велик, что ты просто теряешься, в этом словно растворяются твои стереотипы, твои представления, ты думаешь, Господи, может быть, и я тут где-нибудь растворюсь, и Бог говорит, не бойся, если и растворишься, то ты найдешься, но уже во мне, а я найдусь в тебе. мы можем переживать это, и мы должны искать этого. Самые гневные слова, которые Иисус адресовал, были не проституткам, не блудницам, не мытарям. Самые гневные слова Иисуса были именно к религиозным людям, которые взяли ключ понимания Бога и пытались навязывать всем, но они сами не входили и другим не давали. И Иисус сказал своим ученикам, берегитесь закваски фарисейской. Когда я сегодня смотрю на современный христианский мир, мне кажется, что мы не убереглись, не убереглись столько много всего этих пониманий всевозможных. Мы готовы говорить о чем угодно. Но самое страшное это считать себя верующим человеком и при том не иметь реальной, настоящей, действительной связи с Господом, которую Он предлагает для каждого. Быть просто общественным деятелем и двигать, как ты думаешь, христианские идеи или какие-то еще ценности. Но ты ничего, никогда, по-настоящему никуда не сможешь двинуть, если Он не будет действовать через тебя. И вы знаете, одна из самых удивительных вещей, которые начинаешь переживать, когда приходит Его присутствие, это не я живу жизнь, это жизнь проживает меня. Ты не становишься пассивным человеком и ты продолжаешь служить Господу, но это словно по-другому происходит. Это не ты идешь ради Его славы или там, как у нас одна сестра любила поговаривать, она говорит, пастор, я не гордая, вся слава Господу, мне духовный авторитет. Она любила говорить, вот с таким духовным авторитетом идти. А когда Его жизнь начинает проявляться через тебя, многое меняется, отношение к проповеди меняется, к тщеславию уходит, все по-другому становится, словно воздух становится таким насыщенным, им насыщенным, и страх уходит. Я долгое время пытался, знаете, когда проповедник, когда пастор в церкви несет церковь на себе, так бывает тяжело, столько конкурентов вокруг. И можно говорить, что ты идешь ради Царства Божьего, но ты на самом деле строишь свое царство и свое министрис, свое служение. Когда приходит Он, так все меняется сильно. Ты понимаешь, что не только ты несешь Божье Царство, и не только в тебе Его жизнь, она и в твоем ближнем, и в твоем брате. Почему? Потому что любовь к Нему неразрывно связана с любовью к ближнему. Понимаете, о чем я сейчас говорю? Поэтому я скажу вам, я очень люблю молиться, когда дома нахожусь, но когда в церкви, я люблю не меньше молиться, когда мы беремся за руки, потому что я ощущаю это неразрывное единение с Ним и с моими братьями и сестрами. И церковь это не просто еще одна религиозная структура. Вот есть такие структуры, мусульманские структуры, буддийские структуры, те структуры, и у нас тут тоже своя еще структура. Нет. Это не образ, это реальность. Мы тело Иисуса Христа. И между нами есть реальность, реальные связи, которые соединяют нас. Соединяют нас. И вот Слава Курилов говорит, я вышел на берег, я иду, говорит, по берегу, и вижу, люди видят меня и в страхе разбегаются. Он за три дня покрылся фосфорицидными растениями, и его тело сияло буквально. Он говорит, я брал руку и как фонарик мог освещать себе путь. Я, говорит, потом им объяснял, что это не чудо, это просто фосфорицидное растение. Филиппины в то время не были в дружеских отношениях с Советским Союзом, и поэтому его не выдали на родину. Наоборот, даже посчитали, что, наверное, он какой-то советский шпион, его на какое-то время посадили в тюрьму. Ему все задавали вопросы. И самый такой страшный вопрос, зачем тебе все это нужно, почему ты бежал? Вот смотрите, он об этом рассказывает так. В бунгало на Филиппинах в кругу островитян я отвечал на множество вопросов о побеге. Но на вопрос, почему, ответить было труднее всего. Почему я среди всеобщего веселья, смеха, музыки и танцев направляюсь на корму парохода, чтобы прыгнуть в штормовой океан ночью вдали от берега? Страсть. Вот где причина. Страсть была и наслаждением, и мучением одновременно. Страсть появилась вместе со мной и вела по жизни. Страсть к морю, как болезнь, поразила меня с тех пор, как я начал себя помнить. Вы знаете, вот ты никогда ничего не сделаешь для Бога, если в тебе не будет вот этой страсти, страсти, о которой говорил Иисус. Ищите Царство Божьего прежде всего. Когда ты понимаешь, это прежде, это главное, это не то, что это все приложится, нет, это главное. Он, Он, Он страсть к этому океану, безграничному океану, страсть познать его. Я когда помню, пришел к Богу, у меня не было других желаний. Мне не нужно было здоровья, я был молодым, мне было 17 лет, зачем мне здоровье? Я себя хорошо чувствовал. У меня была хорошая семья, у меня были хорошие друзья. Мне легко давалось, я легко поступил в университет, особенно не напрягаясь, сдавал все сессии. У меня были деньги, у меня было все нормально, были друзья, я играл в рок-группе. Но одна вещь, которая не давала мне покоя, это некое внутреннее желание. Ведь должно же быть что-то большее. Эта страсть не давала мне нормально жить, просто наслаждаться, просто веселиться. Должно быть что-то большее. Что будет, когда я умру? Есть ли смысл в этой жизни? Страсть. И дальше Курилов говорит, и еще зов. Не знаю откуда, но его нельзя было не услышать. У меня рано появился свой внутренний мир, и мне было интересно жить в нем. У меня было неясное ощущение, что дом моих родителей не мой настоящий дом, а где-то есть настоящий, где меня любят и ждут обратно. Я брошен в этот мир для какой-то неизвестной мне, но вполне определенной цели. Я должен чему-то научиться, что-то понять, должен сам найти дорогу домой. И она лежит через море. Никто не сможет мне помочь. Мне не будет покоя, если я оставлю дорогу и присяду отдохнуть. Я должен постоянно искать мой путь обратно. Время от времени море посылало мне какие-то знаки, странные сны, настойчивую мысль или острое чувство в сердце. И, драгоценные, нам порой кажется, что вот мы одни в каком-то безбрежном океане, но если ты откроешь свое сердце для настоящего, если ты не будешь чего-то ждать, вот там, вот библейские курсы начнутся, вот я приеду к вам в Екатеринбург, вот тогда Бог откроется. Может быть, тогда Бог и откроется, но если ты будешь жить в будущем, ты никогда не дойдешь до этого. Ты можешь это пережить здесь и сейчас. Мне очень нравится один рисунок. Сидят два монаха, старый и молодой. Молодой смотрит на старого, а старый говорит ему, вот это все, больше ничего не будет. Я тебе хочу сказать, вот это все, больше ничего не будет. И в этом всем есть вся сила, все величие, безграничность Господа. только ты можешь открыться и наполниться этим, а можешь оказаться в плену своих суетливых мыслей и все пропустить. Я помню один случай, который у нас с Дианой был в библейской школе, когда мы еще в 93-м году учились в Швеции, в Упселе. Помню, мы сидели, и как раз был урок Джонни Фагландера. Мы сидели, и у нас было ощущение, мы с Дианой на всю жизнь запомнили. Такое чувство было, как будто Бог пришел. Это был, я помню, вот как сейчас, урок по Ветхому Завету о жизни Иосифа. Словно Бог пришел и говорил. Когда Бог пришел и говорил, хотя мы очень такие, очень тщательно вели конспекты, я помню, от Божьего присутствия мы не могли писать, мы просто сидели, и я сказал Диане, Диан, ничего, я потом куплю кассету, и мы это прослушаем и запишем. Давай сейчас просто будем вот в Его присутствии. Мы сидели в Божьем присутствии какое-то время. Урок подходил к концу, и, вы знаешь, вот ощущение, можно плакать, можно смеяться. Вот просто Он здесь. Это все. Все во всем. Словно некая полнота. И когда уже урок подходил к концу, и мы как-то стали чуть-чуть приходить в себя, я повернулся в другую сторону. Здесь у меня сидела Диана. Все время списывала у меня. Я повернулся в другую. Здесь у меня сидел один пастор. Сейчас он уже не пастор. Не поэтому, может быть, по-другому. Я повернулся, чтобы посмотреть, ну как? А он так сидел. И ты знаешь, я на всю жизнь получил урок в одном и том же удивительном присутствии Всевышнего. Один переживает откровение, а другой просто дожидается звонка. Когда все закончится? От тебя зависит, кем будешь ты. Это твоя жизнь. Один уходит в собрание и говорит, моя жизнь после этого не будет другой. А другой уходит в собрание и говорит, ну и что особенного? И покруче слышали проповедников. Один слышал проповедника, а другой? Через некоторое время с Филиппинов Славу Кириллову отправили к родне, в Канаду. Он начал там работать сначала разнорабочим в пиццерии, потом стал работать в разных организациях, фирмах, которые исследовали океаны и моря. Но он всем всегда говорил, и об этом говорят его друзья, его родные. Они говорят, что помимо внешней жизни, обычной жизни, у него всегда была другая жизнь, внутренняя жизнь, духовная. И это было для него самым главным и самым увлекательным. Давайте откроем второе послание к Коринфянам, четвертую главу. Второе послание к Коринфянам, четвертая глава. Шестнадцатый стих. Я опять прочитаю по современному переводу. Даже если наша внешняя оболочка ветшает, наша внутренняя сущность обновляется с каждым днем. Страдания наши легки и мимолетны, а приносят они нам огромную, полновесную, вечную славу, которая многократно перевешивает страдания. Мы устремляем взор ненавидимое, а на невидимое. Ведь видимое временно, а невидимое вечно. Драгоценные, вот это и есть настоящая духовная жизнь. Часто, когда мы встречаемся, мы говорим, а как у тебя, а как у меня. Вы знаете, конечно, я не говорю, что мы должны быть такими супердуховными, и мы говорим только, знаешь, о чем-то таком невидимом. Да, у нас есть разговоры о видимом, но если все наши разговоры заканчиваются видимым миром, а у вас как в церкви, а сколько там ходят люди, ага, а пока люди каются, ага, а у нас вот так вот. Ну типа поделились, о Боге поговорили. Просто разговоры о видимых вещах. Это то, что есть людей этого мира. С тобой можно поговорить о невидимом? Что происходит там в твоей духовной жизни? Потому что, если все, что у тебя есть, видимое, даже служение Богу, может быть, просто работой и деятельностью. Но что стоит за этим? Есть ли это? Внешние показатели не всегда говорят о познании Бога. Поэтому сегодня постоянно русскоязычный, христианский мир сотрясают скандалы. И недавно очередной скандал. А вы слышали, что с тем проповедником? А вон том проповедником? А вон с той церковью? А-а-а! И христианский интернет кишит разной такой негативной информацией. И верующие постоянно это обсуждают. Возникает вопрос, как, почему? Вот это и есть христианская жизнь. Вот это и есть, ради чего мы пришли. Да я не для этого в свое время оставил все. Должно быть что-то большее, если у тебя вот эта жизнь невидимого мира внутри, что намного больше и важнее, и интереснее. когда все время говорят о видимых вещах, я постепенно устаю, мне неинтересно это слушать, а как там у вас? Ну молодцы вы! Но столько в христианском мире было всевозможных как взлетов, так и падений, как ростов, так и разрушений. О-о-о! А церковь? А Ефесская церковь? О, великая! Съезжай, поезжай в Ефесс, в Турцию, посмотри, что там осталось от этого всего. Видимые успехи, а Ефесская церковь была в свое время очень успешной, очень видимо успешной, но что-то потерялось. И это что-то Дух Господен говорит, имею против тебя эта любовь. Это и есть взаимоотношения, да не нужно все остальное без этого. Апостол Павел четко говорит, любовь придает ценность всему. Ценность всему. Можно быть в собраниях, где бесов изгоняют, люди исцеляются, но при этом ощущение холодности в атмосфере. Верующие друг на друга смотрят волками. Я был на конференции, где там такие чудеса Божьи, а потом люди в гардеробе сносили друг друга. Словно после интересного представления. Любовь дает ценность всему, а любовь проявляется в мелочах, любовь проявляется в взаимоотношениях. И когда все исчезнет, и чудеса, и вера, можно иметь всю веру, все, любовь, она пребудет во век. В 1986 году Слава Курилов переехал из Канады в Израиль. Он там побывал, и эта страна вошла в его сердце. Он стал там сотрудником Хайфского океанографического института. Он работал, ему поручали самые сложные задания. И в 1998 году на Галилейском море он работал под водой. Он должен там был на дне распутать оборудование, которое запуталось в сетях. И он, к сожалению, сам запутался в этих сетях. Подводные работы очень сложные. У него закончился кислород. И там под водой Галилейского моря он погиб рядом с тем местом, где находится гора, с которой Иисус говорил свою Нагорную проповедь. И его друзья рассказывали, что это для него была самая достойная смерть. Океан забрал его именно там, где Иисус говорил Нагорную проповедь. И в конце я хочу прочесть последнюю цитату из его книги. Я вам советую, найдите. В интернете есть в электронном виде. Его книжка называется «Один в океане». Я снова мысленно обращаюсь к событиям той ночи 13 декабря 1974 года. Это не был побег в прямом смысле из тюрьмы, от чумы или от долгов. К этому времени я уже додумался, что бежать можно только из одной тюрьмы в другую. Я не искал никаких материальных благ. За морями меня, скорее всего, ожидала такая же, как и здесь, зависимость от обстоятельств. Побег с корабля был духовным испытанием, научно-мистическим экспериментом или познанием себя, как угодно. Нельзя сказать, что меня гнали прочь политические причины. У меня было две возможности изменить мир или изменить себя. Мои друзья-диссиденты занимались первым. Мои друзья-христиане и я вместе с ними стремились изменить себя. Жизнь это когда смерть стоит за плечами. Если ты в безопасности, ты не учишься. Внешняя часть выглядела как побег из одной страны в другую во времени и пространстве. Внутренняя была в испытании здесь и теперь. На палубе корабля, в океане, на тропическом острове, в каждый данный момент смысл испытания был в изменении или точнее в разрушении своего прежнего я. по-латински я это эго, наша плоть, которая легко одевается в христианские одежды. Конечная цель выдержать и совсем несущественно выжить или умереть. Я выдержал. Успех был бы и в случае смерти. Поймайте, с Богом не бывает прогрешей. Нам-то думаешь, главное переплыть. Закончив далекий и трудный путь, я увидел то, о чем долго грезил и понял. Нет счастья за горизонтом, а оно как тень, безмолвное всегда рядом внутри нас. нет счастья, нет свободы, он пишет за горизонтом, а оно как тень всегда рядом внутри нас. Когда читал это, то сразу же вспомнил слова Господа Иисуса Христа и давайте имя закончим. Лука 17 глава, 20 стих. «Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царство Божье, отвечал им, не придет Царство Божье приметным образом и не скажут, вот оно здесь или вот там, ибо вот Царство Божье внутри вас есть». Долгое время я сам искал где-то его здесь, вот там, где-то вот там, может вот там, вот где-то среди каких-то вот или конференций, или помазанников, или еще где-то вот, вот найти где-то его, Бога-то, где-то же надо найти, где-то прячется от меня все это время. Пока однажды не понимаешь, а он все время был внутри тебя. Это самый большой страх пойти внутрь себя, не за горизонт внутрь себя, потому что, знаете что? Там внутри себя вы найдете огромный океан. И когда этот океан внутри тебя сливается с океаном вокруг тебя, или, говоря библейским языком, бездна, бездну призывает, то происходит то, о чем пишет апостол Павел, соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Здесь и сейчас. Здесь и сейчас. И больше ничего не будет. Ты можешь это найти здесь и сейчас. а можешь всю жизнь плавать за мнимой свободой где-то там за горизонтом, совершать великие подвиги для Иисуса и прочий героизм. и в конце концов закончить жизнь разочарованным и усталым, как я немало видел таких бывших служителей. Найти это здесь и сейчас. и сейчас.